Продолжается рабочая поездка Акима области по региону. На встрече с населением Крамахшинского района Гульширабды Каликова призвала не расслабляться в условиях пандемии. Акима области в ходе поездки ознакомилась с работой по развитию района, посетила ряд объектов. Акима области первым делом ознакомилась с ходом вакцинации в районе. Сейчас прививки получают медработники, полицейские и педагоги. Гульширабды Каликова поручила широко разъяснять населению безопасность вакцины. Наиболее пострадавший от пандемии ресторанный бизнес района меняет свой профиль. В одном из той хана открыт детский развлекательный центр. Дина Смейлова, которая открыла на базе своего ресторана реабилитационный центр для детей, попросила Акима области оказать помощь новому проекту. Районному Акимату поручено проработать вопрос. Мусау Спанович, проработайте вопрос. Рассмотрите документы и возможность поддержки и средств районного бюджета. В рамках дорожной карты занятости в районе реализовано 40 проектов общей стоимостью 3 миллиарда тенге. На эти средства проведено благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог и социальных объектов. Решается проблема долгостроя, детского лагеря отдыха, строительство которого было начато в 2017 году. Сейчас сюда подведены газ, вода, строятся корпуса, столовые. На завершение проекта из областного бюджета выделено около 800 миллионов тенге. Аким области потребовало от подрядчика качество работы и своевременной в сдаче объекта. К сентябрю завершим и сдадим в эксплуатацию. Это лагерь отдыха детей на 120 мест. На сегодня 70% объекта завершено. Все инженерные коммуникации подведены. Особенность проекта – зимой здесь будут отдыхать ветераны. На встрече с руководителем региона Аксакалы-Аула Кызалтам подняли проблему дороги и сельского клуба. Во-первых, въездная дорога протяженностью 3 километра. Невозможно ездить по этой дороге. Ежегодно обещают провести ее ремонт. Вторая проблема – 65 лет нашему клубу. Было бы хорошо, если бы отстроили новый. Будем рассматривать проблемы, поднятые населением. Внесем их в сетку и будем стараться поэтапно их решать. Аким области заверила, что поднятые местным населением проблемы будут на ее контроле. Вместе с тем глава региона призвала сельчан временно приостановить всякие торжества, соблюдать меры безопасности, таким образом сообща бороться с опасной инфекцией.